Лачинская ловушка для Степанакерта. В предыдущих материалах Лачинская ловушка для арцехцев и миротворцев и Лачинская ловушка для Шушинского района мы писали о последствиях, которые неизбежно повлечет за собой открытие альтернативного Лачинского коридора в объезд Бёрдзара, Лачина, Яхавна, Забуха. В соответствии с извращаемой бакинским режимом картины региона, под понятие Лачинский коридор подпадает весь Шушинский район, включая села Бёрдадзара, Хиншен, Метшен, Екцео, как она читала, Таснверст, Лесогор, и даже предместия Степанакерта. Таким образом, в перспективе ставится под сомнение принадлежность этих территорий Арцеху, а их отчуждение грозит расширением в разы коридора, отделяющего Арцах от Армении. Политика эта не нова. В 1918 году турко-мусаватистские силы, так называемая Кавказская Исламская армия, отрезали Карабах от Зангизура в районе Забуха, а армянские села Бёрдадзара, колладились и по-турецки, были разграблены и сожжены. Блокада была прорвана в апреле 1920 года армянскими войсками. Но вскоре пришли большевики и передали Арцах советизированному новообразованию Азербайджан, созданному на турецких штыках в мае 1918 года. Изгнанные жители Селбёрда-Дзарамасова вернулись в родные места лишь в 1940-е годы. И снова стали костью в горле озера турок. В 1991 году, в ходе печально известной операции «Кольцо», 31-летие начало которой приходится на 1 мая, советские внутренние войска и силы МВД АзССР депортировали более двух десятков армянских сел Арцаха. Вслед за Геташоном и Мартунашином на севере Арцаха опустошению подверглись села Бёрдадзара в Шушинском районе и полтора десятка сел в западной части Гадрудского района. Тем самым был значительно расширен санитарный кордон вокруг бывшинка. В Шушинском районе тогда осталось лишь одно армянское село, Каринтак, выстоявшее вплоть до освобождения Шуши в мае 1992 года. Ныне Каринтак оккупирован, как и сам Шуши. И лишь небольшие села Бёрдадзара, словно часовые, стоят на страже дороги Степанакерт-Шуши-Бердзор, Лачин. Нет никакого сомнения в том, что в Баку спят и видят, как уничтожить эти населенные пункты. Но есть и другая сторона медали. Очевидно, что сделать дорогу, альтернативную нынешней трассе Шуши-Бердзор, на всем ее протяжении невозможно физически таков сложный рельеф этой зоны Карабахского хребта. Значит, речь идет об объездных участках, пусть даже и достаточно протяженных. Мы не знаем предполагаемого альтернативного маршрута, но очевидно, что Баку жаждет заиметь объездные участки, позволяющие именовать не только Бердзор, но и Шуши. Хотя, как мы уже говорили в предыдущем материале, Шуши и его окрестности никак не являются частью Лачинского коридора. Тем не менее, на картах Вики-Маппи, вид со спутника, гибрид Яндекса, такой альтернативный маршрут близ Шуши уже высвечивается в общих чертах, на прилагаемой карте он отмечен темно-желтым цветом, западнее трассы Степанакерт-Шуши-Бердзор. То есть, участок в объезд Шуши пройдет по контролируемым миротворцами и находящейся под управлениями Арцаха территории на западной стороне Гайбалинского ущелья, по примерному маршруту Степанакерт, пригород Киркеджан, Гайбалу и далее, до вливания объездной дороги в ныне существующую трассу. В чем опасность этого проекта? Как только миротворцы начнут передислокацию на другую сторону Гайбалинского ущелья, азербайджанская сторона попытается взять под свой контроль зону между Шушинским перекрестком, развилка въезда в город с севера и трассы Степанакерт-Бердзор, и развилкой дорог Степанакерт-Шуши Степанакерт-Шуш-Кармир-Шука. Точно так же, как после развода сторон это было предпринято в зоне Парух-Караглух. Ныне озера почти заперты в пределах города Шуши, контролируют также местечко Иса-Булак на восточном склоне Гайбалинского ущелья и некоторые холмы к северо-востоку от города. Но и карабахцы не контролируют всю эту зону, она заштрихована горизонтальной штриховкой на прилагаемой карте, между указанными перекрестками дорог, большая ее часть находится под контролем миротворцев. Это продуваемое всеми ветрами без леса и на горе не заселено, оно служило местом выгона скота, в советское время на нем располагались склад, автобазы и подобные объекты. Здесь же находятся и остатки древнего городища Каркар. Стратегически это очень важные высоты, буквально нависающие над долиной реки Каркар и Степанакертом. Именно с этих высот расстреливался из градов Степанакерт и окружающие его села в 1991-1992 годах. Напомним, что и ранее на этом участке были азербайджанские провокации. Пробираясь из Шуши в нейтральную зону, оккупанты неоднократно обстреливали окраины Степанакерта, осквернили мемориал танка освободителя Шуши. 8 ноября 2021 на трассе под Шуши озерским диверсантом был убит рабочий арцарского водоканала Мартик Еремян, а трое его коллег тяжело ранены. 5 декабря выстрелом с азербайджанской стороны в этой же зоне был убит солдат-срочник армии обороны гор Мартиросян. Если Караглухская история повторится и озера займут гористую нейтральную зону между Шуши и Степанакертом, то они, как и 30 лет назад, нависнут над Степанакертом и его окрестностями, ежечасно угрожая обстрелами прямой наводкой. Какое впечатление это возымеет на Карабахсеев, уже переживших 30 лет назад многомесячный методичный расстрел столицы Арцаха, вероятно, объяснять не нужно. Совершенно очевидно, что подобными мерами бакинские власти пытаются перерезать и поставить под свой полный контроль дорогу жизни между Арцахом и Арменией. Не случайно в армянских СМИ появились сообщения, что в долине реки Акари, через которую строится мост для дороги в объезд Берт-Заролачино, у границы с Арменией и азербайджанцами строится таможенный пост. То есть, бакинские власти делают заявку на контроль над въездом-выездом в Арцах и из Арцаха. Не контроль миротворцев, но свой собственный. Ну может быть и совместный с миротворцами на какое-то время. Не видеть этот план медленного удушения Арцаха может разве что слепой. Что скажут на сей счет власти Армении, которые самоустранились от переговоров по пункту 6 заявления от 9 ноября 2020 года. Какова позиция российского миротворческого контингента, Минобороны РФ по этому вопросу. И что думают власти Арцаха по поводу всего сказанного в трех наших материалах на тему лачинской ловушки.